Добрый день, друзья! Вот сейчас я на связи с парком Тайган, с пресс-секретарем Татьяной Алексахиной. Верно я назвал ваше имя Татьяна? Татьяна Алексагина, да. Алексагина. Прошу прощения, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, что происходит? Как сейчас Олег Алексеевич Зубков? Добрый день, друзья! Мы, к сожалению, нам не дали полетаться еще ни разу ни семье, ни нам. С Олегом Алексеевичем туда ходят только адвокаты, поэтому мы можем судить только их слов. Радует то, что Олег Алексеевич уже не в общей камере, а всего два человека. Находится он еще один человек с ним в СИЗО. Условия нормальные, насколько говорит адвокат, но это все равно не решает проблему. В СИЗО есть СИЗО, и там нечего делать порядочному человеку. Тем более, если вынесли приговор абсолютно неправильный, с моей точки зрения. Расскажите, пожалуйста, вот я человек со стороны. Я просто узнал, ну, я знаю общее, я знаю, что Олег Алексеевич поднял эту территорию, купил на свои деньги 35 гектаров. Вот уникальный парк, сафари-парк Тайган сделал. И что происходит? Вот сейчас вот происходит нападение, да, какие-то? С какой целью? А хотят, грубо говоря, отжать территорию эту, лакомый кусочек этот? Ну, смотрите, Захар, Олег Алексеевич, действительно, Олег Алексеевич очень известный человек. Он занимается животными 25 лет. Сначала он построил зоопарик «Сказка» в Ялте. В зоопарик «Сказка» посещали все президенты Украины, когда был в составе Украины. Все звезды, значит, все звезды, все известные личности. Это был объект для посещения номер один. Тогда уже некуда было развиваться в Ялте. Олег Алексеевич купил действительно вырушенную военную базу в Белогорске. В украинские времена это был, знаете, как город одного дня. То есть такой проездной, ничем не привлекательный, кроме Белой скалы, знаменитой горы напротив. Олегу Алексеевичу понравилась эта территория. То есть это не ценная земля, это не Ялта. У нее нет какой-то стоимости. Вокруг нашего парка очень много полей, всяких катагоров, которые никто не развивает, никому они не нужны. Олег Алексеевич при Украине, получается, в 2006 году он купил. В 2012-м открылся парк Львов-Сайган. Это уникальный проект, которому нет аналогов нигде в мире. На территории проживает больше 50 львов, больше 50 амурских тигров. Это самая большая коллекция в мире амурских тигров. Также здесь проживают дальневосточные леопарды. У нас есть жирафы. У нас самая большая коллекция уникальных белых львов. Олег Алексеевич привез три пары из ЮАР, и у нас удачно они размножаются. У нас самая большая коллекция белых бенгальских тигров уникальных, которые не живут в тикой природе, и которых на всей планете осталось всего 117 примерно штук. Ух ты! Уникальность этого парка даже не в этой коллекции, не в коллекции как-то книжных животных. Уникальность этого парка в самом Олеге Зубкове. Олега Зубкова не зря называют Человек-Лев. У него есть 5 ютуб-каналов, но один из них так и называется – Человек-Лев, на который вы можете зайти и увидеть, что делал этот человек с животными. Олег Зубков наделен срождением необычным таром общения и понимания животных, которые признаны во всем мире. Самый известный наш друг Николай Николаевич, он друг наших парков, он много раз здесь был. Он снял 10 фильмов об Олеге Зубкове и признал, что зоопарки Тайган и сказка входят в десятку лучших зоопарков мира. Не по своему, допустим, насыщению, а по той атмосфере и по тому именно тару Олега Зубкова, которую он обладает. Николай Николаевич, все три сиропщики известные российские и не только признали этот Олега Алексеевича. Он может разговаривать, он может общаться с животными. Татьяна, прошу прощения, что я вас перебиваю. На самом деле, действительно, Олег Алексеевич знаменит именно этими вещами. Это первое, что я увидел. Его умение контактировать со зверями, с животными. Но сейчас, прошу прощения, меня куда больше интересуют звери двуногие, прямоходящие. Но они к роду Homo sapiens, похоже, отношения не имеют. Скажите, пожалуйста, что конкретно предъявляют? Почему вот человека невинного ни в чем держат в тюрьме? Вот чем они это мотивируют? Ну, смотрите, чтобы понять это, надо все-таки чуть-чуть знать историю взаимоотношений крымской власти с Олегом Зубковым. После нашего перехода Крыма в составы ОСИИ, не было понимания у крымских властей и Олега Зубкова. Не было понимания в необходимости этих уникальных байков. И за пять лет Олег Алексеевич прошел более 580 судебных заседаний по нескольким десяткам судебных дел, в том числе уголовных. Нас шпиаповали за все, за тени, падающие на поле от здания, за буквы, по много комиссий в день, считали кусты, царапины на животных, объявляли биологическими отходами куски мяса, которые лежали в недоеденные фазы, и много-много магических. Ну, вы можете писать, 580 судебных заседаний в Ташово Олег Алексеевич. К тому же вы должны понимать, что зоопарковское дело, да, зоопарковое, это очень специфическое дело. У Олега Алексеевича есть юристы, есть адвокаты, но ни один юрист и адвокат в России не знает досконально, что нужно там, животную технику безопасности и все остальное. Это знает только Олег Зубков. И поэтому во всех этих судебных заседаниях при помощи, безусловно, юристов и адвокатов, Олег Алексеевич защищался сам. Потому что он помнит всю историю за 25 лет. Вот, 5 лет борьбы такой было, и борьба уже, Олег Алексеевич, очень единый. Как я сказала, человек все это выливалось в там простое интернета. Было замечено благодаря нашим сторонникам, которые пишут во все инстанции сотни писем. Минэкономное развитие России обратил внимание совсем недавно, пару месяцев назад на эту ситуацию, и спасибо им захотел разобраться. Минэкономное развитие представители под руководством заместителя Назаева разобрались в этой ситуации. Они работали над документом почти два месяца. В конечном итоге несколько недель назад пригласили Олега Зубкова, нас пригласили в Москву. Минэкономное развитие туда же пригласили, главу республики. Но он не смог поехать туда, поехал. Его заместитель Рюкшин Андрей Васильевич. И мы там работали под управлением Минэкономное развитие, дорожную карту, что и как, в чем должны помогать Олегу Зубкову крымские власти, и что должен исправить какие-нибудь отчеты Олег Алексеевич Зубков. Пришли к согласию, вернулись в Крым. Олег Алексеевич за неделю встретился с главой республики три раза. Было, как нам казалось, полное понимание. Вот, со стороны, пошли уже процессы. Заседание по итогам было назначено на 15 февраля. То есть, вот-вот. Судебных заседаний очень много, Олег Алексеевич. От пяти до восьми может быть судебных заседаний. У нас в день на протяжении пяти лет. И, естественно, при таком плотном графике, который не может, я вообще не знаю, какой второй человек, может выдержать от пяти до восьми судебных заседаний в день. Да, это нереально. Прошу прощения, я вас перебью еще раз, потому что жанр требует более сжатой подачи информации. Скажите, пожалуйста, вот какой формальный повод, по которому невинного и непредставляющего угрозу обществу человека посадили за решетку? Вот формальный повод, как мы к нему подошли, формальный повод в том, что Олег Алексеевич не явился на заседание 20 февраля, на одно из заседаний в суд. Вот это был повод. Судья решил, что Олег Алексеевич может не явиться. То есть, на 580 он явился, да, на одно не явился. И вот почему-то судья решил, что он может не явиться на следующий. А как зовут судью, простите? Татьяна Болема. Как? Татьяна Болема. Болема. Болема, да. Болема. Лично от себя Татьяне Болеме просто передаю стыд и позор. Слова стыда и позора. Вот. Искренне, искренне совершенно говорю. И скажите, пожалуйста, его сейчас посадили в тюрьму. На какой срок? Его на два месяца, получается, в СИЗО посадили. Но адвокаты обжаловали, естественно, сразу это незаконное решение. Подали две жалобы. Вмешался тоже наш адвокат, Айман Григорьевич Олег Алексеевич. Подал жалобу и не смог пойти мимо. Олег Алексеевич очень много влиятельных людей. Добровинский Александр, известный адвокат московский, тоже узнал. Это не смог пойти мимо. И тут же подали жалобу. Что ж, понятно. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что вы вот так подробно все рассказали. Давайте будем на связи. Мой номер телефона у вас есть. Если что, пожалуйста, звоните. Спасибо вам большое. Я буду следить за вашей ситуацией. Спасибо. Спасибо. Огромная победа будет за львами. И за нами. До свидания. Что ж, а теперь, когда закончилось телефонное интервью, я вот лично от себя хочу заявить, что стыд и позор вам, господин Аксенов. Стыд и позор. Огромные средства были выделены на Крым. Огромное средство. Я об этом знаю. И спустя несколько лет с автопробегом к книге флоту я побывал в Крыму, проехал Крым, начал с Керчи. Ну вот с той самой, где чиновницы в шубах дарили якобы хлеб, оказавшийся караимскими мясными пирогами с овощами. Дороги разбиты. Все в нищете. Ничего не делается. Вы только себе дворцы и усадьбы строите. Когда же вы нахапаетесь? Когда вы нажретесь? Невинного человека, Олега Алексеевича Зубкова, человека-энтузиаста, который работает, который поднимает землю, на которой вы живете и которую вы захватили. Вы, господин Аксенов, лично вы захватили. Вы, отодвинув от себя всех остальных конкурентов, я-то помню. И вас поддерживали. Вам верили. И вот что вы делаете. Вот что вы делаете. Грязные, наглые захапы. Господин Аксенов, остановитесь. Это в вашей власти. Мы знаем, кому принадлежат суды и прочая ручная юстиция. Отпустите Олега Алексеевича Зубкова из тюрьмы. Человека, который никому не угрожает. Человека, который никому не делает зла. И человека, который ни в чем не виноват. Землиться захотелось? Полно земли. Даже в Крыму еще много земли. Берите другое. Или вам львов захотелось с тиграми? А ведь вы не справитесь, понимаете? Львы живые и тигры, их любить надо. А вы любить не умеете. Вы умеете другое. Врать, убивать и грабить. Это видно по делам вашим. Вот Крым. Вот сколько лет уже прошло. Сколько лет Крым в России. Довольны ли крымчане? Да, конечно, для кого-то там чуть-чуть получше стало материальное положение дел. Но вот эти огромные средства из Москвы, которые вам даются, они исчезают. И еще воды в Симферополю, столице Крыма, осталось на 100 дней. Ждет серьезная засуха. Что вы делаете для борьбы с ней, господин Аксенов? Строчите мольбы о помощи в Москву, а самостоятельно вы не умеете. Вы не умеете. Хапать, хапать, хапать. Вся прерогатива. Хапать, сажать, убивать, пытать, врать. Вся прерогатива. Что ж, друзья, на этом мое обращение к господину Аксенову завершено. Вам я хочу сказать, что я действительно буду следить за этой ситуацией. Буду продолжать отслеживать. И буду информировать вас, дорогие зрители, обо всем. Да, лажанулся я с Голубковым, но да ладно. Мне, наконец-то, ответил блогер Михаил Волхонский. И мы, возможно, с ним в ближайшее время созвонимся. И, возможно, будем сотрудничать. Я, на самом деле, с симпатией отношусь к Михаилу. Действительно, искренне с симпатией. Да кто из нас не допускает косяков? Я вообще ходячий косяк. У меня было прозвище на работе Тефлоновый. Вот такой вот я, Тефлоновый. Что ж, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. И поддерживайте, пожалуйста, мой труд. Ибо тружусь я исключительно в ваших интересах, дорогие друзья. Нет у меня начальника, редактора, цензора, кого-то, кто указывал бы мне, о чем говорить и о чем не говорить. Ваша ежедневная видеогазета Захарыч Блаженный. Простите, да, немного чекалдыкнутый. Ну, какой есть. Доброго вам всем дня. Я вас всех очень люблю. Спасибо вам, дорогие друзья, за славу и поддержку, которые я от вас получаю. Стараюсь исправляться. Стараюсь быть лучше. Не пить алкоголь. Бороться с собственной гордыней, с собственными слабостями и прочим. Это делать очень тяжело, когда ты один. Но такова моя судьба. Путь горностая. Я не стайное животное, похоже. В отличие от львов, которые живут и охотятся прайдами. Доброго вам всем дня. Желаю скорейшего освобождения Олегу Алексеевичу Зубкову. Я хочу, чтобы все здравомыслящие люди нашей страны, да и мира проснулись, очнулись и поняли, что сейчас убивается Тайган. Тайган – это на самом деле великолепный, практически не имеющий, но имеющий только несколько аналогов в мире. И даже не сафари-парк. Это место единения людей и зверей. И вот это при попустительстве господина Аксенова сейчас уничтожается и разграбляется. Ужасно? Да. Стыд, срам и позор. Во что вы превратили Крым, господин Аксенов? Я участвовал в освящении крымского референдума. И знаете, я очень рад, что у меня нет медальки за Крым. И не нужна она мне. И вы знаете, я во многом со стыдом вспоминаю это все. И не то, что я там нажрался и вел себя как свинья, а в том, что я сопричастен с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!